дорогие друзья вы когда-нибудь пробовали драники из тыквы наверняка но может быть не половина но треть из вас точно никогда не пробовали так вот этот рецепт для вас почему же мы можем делать драники из кабачка или из картофеля а почему мы не можем сделать из тыквы а еще наверняка масса всяких драников получится из разных овощей например батат да если кто-нибудь из вас сделал драники из корня сельдерея напишите как получается я например ни разу не делал из корня сельдерея а вот тыква продукт благодарный всю зиму она в магазинах ее в избытке да и честно признаюсь летом например я ну так не кайфую от тыквы например как как вот зимой зимой сам бог велел все квашеное такое вонючее острое плотное наваристое густое вот соответственно драники из тыквы это конечно не наваристое густое но это то что можно пожевать причем я сегодня расскажу как сделать их чуть вкуснее чем они были до этого сначала мне нужно натереть тыкву пока я тру тыкву чё зря время будут будет теряться у меня есть сковорода у меня есть бекон сырокопченый вкусный ароматный бекон здесь наверное больше конечно мясо чем сало но его стоит разложить у меня три ленточки буквально его стоит разложить на сковороде и оставить вытапливаться пока тру тыкву бекон выжаривается высыхает отдает часть своих жиров и вкус сковороде хотел сказать в сковороду тыква натерта теперь ее нужно слегка подсолить и дать постоять минут десять для того чтобы она дала сок а потом сок отжать вроде казалось кусочек тыквы небольшой а самой мякоти здесь до ядре не феней вот соль вытягивает влагу соответственно мы для этого ее солим чтобы она была и соленая и влагу еще лишнюю отдала на вкусно пока у тыквы отходят воды мне нужен бекончик в обратную сторону на салфетку выкладываю вот так пусть на салфетке сохнет салфетка впитывает лишний жир бекончик подсыхает но учтите что мне не нужны чипсы мне нужно всего лишь было ароматизировать сковороду я сразу же туда наливаю масло чтобы мы уже потом могли жарить все это а сюда мне нужно добавить луковицу но не целиком а половинку ее тоже желательно натереть на терке смотрите если вы будете у меня есть и половинчатые здесь всякие детали но половинчатую деталь не удобно тереть поэтому я беру целую луковицу нутру только лишь половину тыква сама по себе вкусная один к одному лука сделать лука добавлять туда не стоит он всего лишь для того чтобы подчеркнуть вкус продукта везде добавляется но если вы делаете маринад конечно туда лука можно и побольше например шашлыки ой аромат какой прекрасный прекрасный аромат что делать плакать или нет в носу щекочет но достаточно половинку луковицы я возвращаю сюда тут не знаешь посетила мысль какая же в идеале надо было соковыжималку зарядить тыку по идее же она фига носок а жмых у остался и жмыха делать уже брали тени мы попробуем так как-нибудь из жмыха делать драники из жмыха я прошлый раз сделал для себя открытие когда готовился к фестивалю в ростове арестопарк так вот открытие мое было было вот какого характера так пока рассказываю сейчас еще на мелкой терке натру зубчик чеснока какого характера было мое открытие я когда размышлял на тему безотходного производства и думал о том как бы провести мастер-класс так чтобы рассказать что-то интересное повара и подумал ведь в соковыжималках в барах остается огромное количество жмыха всякого думаю дай-ка я попробую сварить из жмыха скользкий какое и жмыха сварить компот ну то есть его все равно выкидывают у эти капогосова значит я ему позвонил и говорю эдик а есть я там в рестиках поспрашивай чего у барменов есть а он короче я так и не пол то ли он забыл то ли он что он говорит слушать только в барах я тебе насобирал ананас и морковь я говорю слушай но из москвы ему пишу а может ребят попросить на кухне чтобы они добавили чуть-чуть сахара туда и этот жмых в кастрюльку вывалили водички немного и подварили просто как кипнет сразу убирайте окей я говорю и заморозьте это все они короче ананас и морковь подварили пропорцию я не знаю сколько было я говорю в общем что есть то и используй в итоге при ночи я приезжаю в ростов они притаскивают мне я не даже не могу тебе объяснить какой этот цвет это вот свет морковного сока с каким-то перламутром с таким прикольно какой красивый сок такой какой-то нежно-оранжевый в итоге короче я поставил на вот эту ледяную фильтрацию ну то есть взял сито на не настелил марлю у этот лед наломал бросил и почти везде стоялась капала медленно получилась такая непрозрачная мутная но очень но без жмыха без этого без мякоти потом я ее она ледяная ну из-за льда же привык я ее значит не стал ничем доводить просто засунул в сифон и газировал я попробовал с ложечки думаю о сладкая достаточно короче когда я ее газировал и налил потом газировки людям которые сидели в этом там что-то было не буду немного полтора литра все по 30 миллилитров люди были в шоке я для себя тогда открыл сочетание ананас морковь то есть если взять смешать и в таиланде я соответственно спрашиваю вот они fresh этот джус делают я гра можете сделать ананас плюс морковь это вкусно это неожиданно но конечно мешает жмых он у тебя на зубах там такой а если вот фильтровать хорошенечко то получается очень крутой компот это вот к вопросу о жмыхах что в рестиках остается куча всего короче нужно выжить все это отжать от лишней влаги оранжевые снежочки солнечный круг небо вокруг это рисунок мальчишки голые женщины водка мангал это мальчишки отец помогал ну вот в общем осталось жижа это был бы вкусный тыквенный сок с небольшим количеством лука сделайте для себя новое открытие вкуса в вашей жизни ну да луком попахивает чуть-чуть хотя тыква очень хорошо перебивает она такой если вот тыква еще классно попадается она такая как 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 аромат дыни как будто так лишнюю отжали зелень мелень мелко рубим и отправляем в тыкву значит пока у вас там еще нет ни яиц ничего надо попробовать на соль чуть-чуть надо бекон еще соленый поэтому без энтузиазма лишнего все остатки все уже прям вообще все черного перчика прощай черный перчик конечно гугли можно посмотреть лайфхаки как вернуть бы ушную перечницу к жизни к новой смотрите бекончик копченый вкусный ароматный у нас пойдет в тыкву просто тыква драники из тыквы вкусно а когда вы туда добавляете обжаренный мелко рубленый бекон вот это получается действительно бомба теперь сюда яичко обязательно пару ложек муки смотрите там на свой взгляд еще одну добавлю так теперь все нужно перемешать чтобы бекон тыква мука яйцо укроп все перемешалось и у нас получается довольно красивое тесто для драников то драники то будет огонь смотрите какой вариант если есть в ресторанах так делают и дома наверняка делают их толстыми тыква должна пропечься поэтому после того как драник вы обжарили он уже схватился более-менее если он толстый его конечно желательно отправить в печь на догрев чтобы он пропал прогрелся значит серединка будет сыроватая серединка будет сыроватая мука будет сыроватая тыква будет сыроватая невкусно поэтому драники обычно пекут не очень толстые а божественно 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 не очень толстая звезда какая получилась о какие румяные красивые получаются драники герун и их еще называют да где как за чего нет не знаю мне всегда казалось что это одно и то же нет конечно открыть википедию почитать википедия та еще ересь а найти книгу в которой написано чем драники от дюрунов отличаются но это надо куда-то пойти в библиотеку не ленина а ты знаешь но у нас есть 260 тысяч человек которые точно знают если знаете чем дюруны отличаются от драников напишите пожалуйста просветите шеф повара василий емельяненко тарелочка у меня вот такая предлагаю сюда йогурт к тыквенным а тыквенным драникам йогурт у меня густой греческий классный йогурта не жалеете можно конечно сметану но вы знаете как тыквенные драники не очень обычная не повседневная такая еда да с изюминкой да и пусть тогда не сметана будет а йогурт если йогурт густой такой как у меня то и сметану спокойно заменит а теперь вокруг нужно разложить драники вот так ну что симпатичная ромашка такая получается поджаристые чередуйте с теми которые у нас у нас не 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 дожаренные я имею ввиду вот видите такие поджаристый прям а с этой стороны поджаристый помощь не будет чем тот который впереди в общем как-то вот так примерно ну-ка дранички об не ожидал бекон дает драникам какой-то новый восьмидесятый уровень все знают что тыква сладкая и это классно йогурт холодный молочный или сметана они знаете обволакивают и делают какой-то такой домашний вкусный а бекон ты его не чувствуешь но по вкусу он всегда с тобой вот этот вкус копчения и вкус мяса вот он там где-то отдаленный конечно его нельзя ни с чем спутать я в том смысле что вкус мяса любой продукт делает конечно гораздо сильнее по ощущениям по вкусовым ощущениям но хочу сказать вам что рецепт этот просто бомба попробуйте его обязательно и напишите в комментариях наверняка найдутся те кому не понравилось но те кому понравилось будет девяносто девять и девять десятых процента потому что вот это можно есть просто без конца без конца так берешь в рай йогурт в рот кайфуешь в общем и вы кайфуйте дорогие друзья я с вами прощаюсь желаю приятного аппетита вы помните лайки комменты в общем репосты в общем все как по все как мы любим пока